Друзья, всем привет! Давно не было меня в эфире, я немножко переболел и перенес небольшую операцию. Теперь все хорошо. Решил сделать вам видео об Израиле. Потому что очень давно меня просили, и я знаю, что очень многие интересуются о том, как же обрабатываются визы для Израиля и какие вообще есть опции. Ну, первое, касательно того, как визы для Израиля обрабатываются. Если это туристическая виза, она будет обрабатываться приоритетно, особенно если вы вблизи конфликта. Если вы можете находиться или на территории Газа потенциально, или в близлежащих территориях, даже если это контролируемая полностью израильскими силами, то в близлежащие территории. Ну и, конечно, они будут смотреть, австралийские власти будут смотреть, зачем вы едете, а именно если у вас друзья, родственники в Австралии. То есть это важный фактор. Я не говорю, что всем остальным выдавать визы тоже не будут, но в целом я вот сегодня прочитал информацию о выдаче виз непосредственно по израильско-палестинской войне. понял, что это очень схоже с той программой, которую мы имели по Украине. Я, правда, не вижу никаких пока что обещаний гуманитарных виз для израильтян после того, как они прибудут сюда, но по Украине была похожая ситуация. Там тоже никто сначала не обещал никаких гуманитарных виз, а потом гуманитарные визы дали. Сначала же была цель какая по Украине? Дать просто людям прийти в безопасное место, попасть в безопасное место. При этом первые дни недели и даже месяцы визы выдавали абсолютно всем. Я не исключу из того, что я прочитал, я ссылочку оставлю под этим видео и страктуйте, как вы считаете нужным. Но, по моему мнению, возможно и всем будут выдавать визы, даже тем, кто не имеет из родственников. Но все-таки мое прочтение больше склоняется к тому, что преференции будут отдаваться тем, у кого все-таки есть родственники в Австралии, потому что более понятно, как им дальше адаптироваться. Ведь очевидно, что есть риск не утихания этой войны за трехмесячный период туристической визы. Есть, к сожалению, риск в том, что эта война перенастет в что-то гораздо большее, такое как региональное противостояние. Тогда это точно не для турвизы дело. А раз не для турвизы дело, значит родственники хорошая штука для адаптации. Всегда австралийское правительство имеет это в виду. Но, опять же, украинцам первые дни, недели и месяцы войны выдавали визы абсолютно всем. Я не думаю, что отношение к Израилю другое. Отношение к Израилю в Австралии от официальных австралийских лиц, по моему мнению, как минимум не хуже, чем к Украине. Как минимум не хуже. И также на этой официальной странице, на которую я сделаю ссылочку под своим видео, они сказали, ну и по приезду, возможно, вы будете рассматривать дальнейшие опции. И сказали там Student, Family, Skilled и прочие визы. О чем это говорит? Говорит это о том, что, возможно, гуманитарная программа отдельная не планируется вообще, а, возможно, пока они просто не оглашают. Мне кажется, отдельная гуманитарная программа не планируется. Это просто моя догадка. Они хотят вас сподвигнуть на существующие визовые опции, которые уже существуют после того, как вы приедете сюда. Или же, я думаю, вы можете податься на 866 Refugee по приезду. Ну, давайте по порядку. Понятно, что, если вы прибыли на туристический, студенческий, там, Family Reunion, если вы чьи-то родители австралийских перманент-резидентов, потом партнерские визы, если вы сингл из Израиля, приехали здесь, нашли партнера, или у вас уже был партнер, и вы будете оформлять партнерскую визу. Понятно, что это все просто и все хорошо работает, да? Skill визы гораздо хуже сейчас работают в Австралии. К сожалению, из-за уменьшения программы номинации штата. То есть, даже если вы приедете и захотите податься на скиллд визу, вы столкнетесь с тем, что 189-е, последнее приглашение у нас был декабрь 2023, 7-е декабря 2023, если я не ошибаюсь. А 190-е, 491-е, сокращение этой программы по штату в этом финансовом году, по сравнению с прошлым финансовым годом, минус 70-минус 75%. То есть, все печальненько. Вот. Поэтому, если у вас, там, если у вас нет опции партнерской визы, вы не чей-то родитель, родительской визы, или вы не идете на студенчество, то, как бы вам только подаваться на протекцию, на 866. На протекцию вы можете податься, да? Рассмотрение протекции стандартное 3-5 лет. Может быть, за год-два рассмотрят, но это редкий случай. Стандартное рассмотрение протекции 3-5 лет. А вы дадут ли ее? Все будет зависеть от... Как я всегда об этом говорю, во всех моих видео про протекцию, если вы обратите внимание, вне зависимости от причин протекции, вне зависимости от того, какая страна, все будет зависеть от развития событий в динамике. Если через 3-5 лет будет продолжаться угроза геноцида, а там атака, с которой все началось, атака Хамаса на израильскую границу и пограничные населенные пункты, это сложно вообще назвать чем-то другим, кроме как этнической чисткой и геноцидом в самой ужасной его форме. То есть, потенциально вы в ваших протекшн клеймс, когда будете подавать 866, будете доказывать, что вы боитесь, что есть реальная угроза, что с вами тоже такое будет, потому что если вступят Иран и другие товарищи, то Штаты, конечно, будут отбиваться, но вы же понимаете, Иран ядерное государство, и там все достаточно непредсказуемо, и Израиль окружен врагами, правильно? С всех сторон, по сути. То есть, там и Штатам будет, может быть, не очень сладко, да? То, конечно, у вас есть протекшн клеймс, очевидно, потому что мечта любого араба уничтожить еврея, да? Они же всегда это декларировали публично, тут, в общем-то, все понятно. Поэтому доказать, что это геноцид несложно. Доказать его риск через 3-5 лет, на момент, когда будет приниматься решение по этой визе, по 866, а на ее, я подчеркну, надо подавать, уже прибыв сюда на туристическое, подавать на 866. Доказать это через 3-5 лет, может быть, будет непросто. А может быть, Иран не втянется в войну. А может быть, они поугрожают, поугрожают, там, Исраиль зачистит Хамас через год и все. Тогда вашу визу скажут вам, у вас риска персекьюшена никакого нет, мы вам отказываем. Протекция, да? А если не дай бог большой региональный конфликт, риск геноцида будет продолжаться годы, то тогда могут и выдать. Плюс, не забывайте очень еще один важный момент. Если вы, например, приехали из 3-й страны в Израиль, совсем недавно, как это правильно называется, трепатриация, возвращение израильтяна на родину, совсем недавно приехали, и, возможно, у вас есть паспорт 3-й страны, какой-то другой, тогда у вас будет проблема с получением в Австралии протекции, потому что первый вопрос, который будет ставить Австралия, это можно ли было безопасно проживать в этой 3-й стране. Безопасно не значит одето, обуто и тепло, а именно безопасно, без угрозы жизнью, здоровью, без преследования, без риска геноцида. Я знаю, что многие люди рассматривают квалифицированную иммиграцию прямо из Израиля. Я не уверен, что это хорошая опция с, как я уже сказал, сократившейся квалифицированной иммиграцией на 70-75% в этом финансовом году. То есть я не считаю шанс быть приглашенным великим, это раз. Два, даже если вам повезет и штат или территория пригласит вас номинироваться на 491-ю либо 190-ю визу, номинация штата, квалифицированная иммиграция, то процессинг этой аппликашки может длиться и 6, и 8, и 9, и 12 месяцев, и больше, если только департамент вас не приоритизирует. Насколько я понял из этого сообщения, на которое я посылаюсь, департамент все-таки говорит о приоритизации туристических виз, а не всех остальных виз. Я не вижу там ничего о приоритизации всех остальных виз. Поэтому скилл... Но даже бы, если бы их приоритизировали, меня больше всего смущает, что скиллд иммиграция в этом году очень маленькая. И штат или территория просто не имеет достаточно количества мест, чтобы пригласить всех хороших кандидатов, особенно если рубежат. То есть учтите это. Учтите, что если вам так страшно, что вы хотите уезжать завтра, то скиллд иммиграция не самая хорошая опция, наверное, для вас. Наверное, тогда это туристическая виза, студенчество по приезду, или если не студенчество, то протекция, если нет защиты третьего государства. И так далее. Вот такие основные опции. По поводу аппоинтментов моих я могу сейчас принимать только на конец ноября. Но я понимаю, что по ситуации в Израиле это очень часто не терпят. Поэтому, если есть какой-то короткий вопрос, можете мне написать на WhatsApp. Я постараюсь отреагировать или дам свой e-mail. Попрошу от вас информацию. Если я не смогу записать на аппоинт, то я хотя бы коротко прокомментирую, что я смогу сделать или не смогу. И когда. Потому что не хотелось бы вас записывать на конец месяца, потому что ситуация такая, что этого не терпят. Поэтому вы мне напишите. Я постараюсь отреагировать. Настолько, насколько физически могу. Вот такой апдейт от меня. Моей интерпретации, информации, которую дал департамент по Израилю. И тому, что там происходит, к сожалению, к сожалению, после Украины, мы имеем Израиль, а также безоговорочную поддержку, безоговорочное восхищение Хамаса Российской Федерации. И наоборот. По-моему, у них там обоюдный. По-моему, у них там обоюдная поддержка. Всегда, когда ты хочешь определить правду в каком-то конфликте, просто нужно посмотреть, за кого выступает Российская Федерация, и там уже сразу все понятно, где неправда. Но Хамас публично же там восхищается. Вот позиции России. Россия, может, Хамас еще не хвалит. Она просто рассказывает, что США профукали возможности Палестины, или еще что-то рассказывает. Ну, в общем-то, мне кажется, у этих двух войн основной финансист террора, в общем-то, один. Потому что же надо было как-то поставлять всю эту дрянь в сектор газа. Я думаю, что там поучаствовали. Поэтому держитесь пережить вам весь этот ужас. Спасибо. Спасибо.